Это уже не автомобили, это металлолом. На жаль, подчас авары, у некоторых зык находились дети, причем об неких мерах безопасности, размога, видать, в уголе не шла. Батьки дали детям жить, батьки его и забрали. Большость водителей упынена, что они кируют автомобилем добрые и зыми ничего не здарится. Рейд экипажу Держа Аутоинспекции для детских садов я еще раз подтверждаю. Многие батьки и зараз детские автокресла не выкористовывают. Растлумачить причины журналистам порушальники категорично отмовляются. Супрацовниками ДАИ размовлять им приходится, але отказы не вызначаются разностаенностью. Ссылаются на то, что у них есть семья второй автомобиль, просто не переставили автокресло с одного автомобиля в другой. Иногда называют, что низкий финансовый достаток в семье, они не могут купить автокресло. Набыть детские автокресла сегодня нескладанно, есть они и на рынках, и в крамах. Объявами об их продажу литерально забитый интернет. Батьки, которые, саправдой, хлопотятся об здоровье и жизни детей, кажут, что малые привыкают до утромнивающих устройств ухудка. Менавито с этого часто и начинается научение основам безопасности житодейности и правилам дорожного руху. Когда машины нельзя идти, только смотреть на фитофор и что нельзя в чужую машину глазить. До этих слов 5-годового хлопчика можно додать. Садиться нельзя не только в чужую машину, а и в свою, когда у нее нет детских автокресла. Тем более, что их ассортимент великий и за сюда можно найти прямальный вариант. Нужно два кресла. Это большое место нужно. Наши двойняшки. И много места занимают. Мы нашли бескаркасные. Они без жесткой основы и мало места занимают. Но такое же пятиточечное прикопление к сидению. Такая же жесткость и безопасность. Перед початком занятка у коляно-учайных установ усталевали пересованные камеры фиксации худкости. Больше водителю оказались дисциплинованными и правилы в усиляким выпадку коля-школ не порушали. А лет что день по некольки десятку машин упали за руку супрационнику Диаш-Аутоинспекции трапляюсь. Причем не в целом по Гомеле, а практически на кожной особной камере. Алексей Нечеров, Елена Макеенко, Теллеродокомпания Гомик.